Субботнее утро ознаменовалось настоящим футбольным праздником. Чемпионат на Кубах главы сельского поселения Никольская подходил к концу, а значит скоро должно стать понятно, кто же станет победителем. Впрочем, без наград в этот день не ушла ни одна команда. Каждой команде мы решили купить за участие, независимо какое место она займет по футбольному мячу. И вот здесь на столе представлены кубки, которые будут вручены лучшим игрокам и командам. В турнире, который стартовал в День независимости России, приняли участие 14 команд. За два месяца они сыграли порядка 40 матчей. В турнике и четверге обязательные тренировки. Каждая суббота новая игра. Может показаться, что для профессиональных футболистов в таком темпе нет ничего особенного. Да вот только речь идет совсем не о профессионалах. У нас турнир любительский. Цель турнира – популяризация футбола и спорта вообще. То есть мы постоянно делаем репосты нашего турнира в интернете, расклеиваем объявления, афиши, чтобы дети смотрели. То есть у нас играют только любители. В матче за третье место отношения выясняли футболисты и Захарова, и Старогородский легион – победители прошлого года. На этот раз легионеры упустили шанс на приз. Захаровские футболисты быстро вышли вперед и всего через пару минут удвоили результат. Легион собрался, подключил фланги и отыграл сначала один мяч, а затем и вовсе сравнял счет. Игра становилась все жарче. Тем не менее, Захаровцы не словом, а делом подтвердили, что сдавать позиции не собираются. Еще два мяча оказались в сетке ворот Старогородковского голкипера. Итог матча – 4-2 в пользу Захарова и заслуженное третье место. В финале сошлись команды Шарапова и Кубинский ручеек. Никольские игроки не подвели своих болельщиков и знаково закончили турнир, выиграв со счетом 4-1. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.